привет день клуб привет посмотрел ваш соловьяна чем этот самый еще с кем-то вы беседовали с блогеров недавно системы кроме оловян что измерение кстати говоря вот я что заметил вот у вас два известных азербайджанца вот вы это не элдар он известный а лишь нет у меня всего 200 подписчиков я неизвестный я не блоге неизвестный из блогеров то вот видосики выкладывать там название написали что блогерам еще из одессы пищите просто это чат рулеточника может быть я выхожу чат рулетка разговаривания же не блогер для меня нет под классическое определение блогеры вы подходите блогер это неважно у него хоть 10 подписчиков хоть и стопы если выкладывается определенной периодически видео даже не дайте своя просто перекачанной но от себя он выкладывает они ссылки это блог не не это блок блок это когда про свою жизнь все это ютубер видео ведь видео как а вот вы сказали уже почти десять тысяч девять пятьсот пятьдесят девять тысяч пятьсот пятьдесят эндара вот он блогер ну его хорошо же сергей иванович раскрутил до понятное дело но и он сам вот у сергей ивановича нужно отдать ему должное за смелость он выдал такой неплохой ход он набрал трех аффилированных блогеров это вот эльдар потом это его брат старший или младший ну который тоже вы выкладывал сергей значит он сейчас про последнее время пропал сергей там где сейчас кино выкладывал отдыхает на сергей на еще один одессит похоже на священника тоже он представляет это выкладывался там а действительно священника но ладой да не ну лет сорок пять можно где-то вашего ну может помоложе немножко не знаю как он реже укладывался но вот я обратил внимание даже да можно похвалить за смелости это самое гришу сергей ивановича вот эти вот три блогера они по интеллекту выше него а он у него хватило смелости вот их про пиарить но сейчас не дар ушел свободное плавание а вы решили назвали назвали грешей но он сам я называл гриши раньше не слышу но чаще чем сергей иванович гриша это она была и когда косил под овощи кубани гриша уже его у него есть даже каналы гриша гомельский гриша кубанский такие запасные каналы не знаю честно вот смотрите хорошо что его стиль вот я перед вами разговаривал с одним человеком и это видео выложу просто мы оборвались двух частей надо их соединить редакторы а так я сейчас последнее время не монтирую сразу youtube облом а вот я ему задал вот смотрите российская сторона вот блогеры вот тут я действительно я не знаю поэтому хотел у вас узнать а вы бывший любитель советской истории вот вот всегда говорят что севастополь никогда не был украинским и и когда передавали его забыли а я вот смотрю нигде не нашел и мы знаем что россия признавала севастополь украинским и там украинский школу украинский собес украинская администрация почему они так говорят вот на что основу это упираются и они по моему особо не используя признавали они считают ошибка была но признавать и это никто не отрицает что россия признала севастополь в украине но дело в том что сама передача севастополя в 54 году передавалась крым крымская область без севастополя от из рсср в украину и севастополь даже при сср имел подвешенное состояние он имел город такого как союзного назначения подчинение он напрямую москве подчинял и по идее просто ну как сейчас федеральные вот все сделано есть но было не до этого там когда он хотел властью горбачева захватить ну а кравчук ему выгодно промолчать было они могли решить статус севастополя типа и а к потом кравчук в интервью же говорил у шустера что если бы ельцин бы спросил я бы даже спорить не не стал отдал бы мы севастополь потому что он должен по идее по логике должен был россии принадлежать но если нам отдали его на халяву чушь не взять ну взяли да и россия признал он так говорил а он подписывал когда будапешт там четко признано это единственный документ где севастополь признается украинский ну будапешт и меморандум да я стал его в английском варианте нет там слова севастополь там не по мне присутствует границы 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 признаются до составе украины ну так это и кроме будапештка меморандума и в договоре о дружбе есть дело в том что ссылка на будапештки меморандум она не очень выгодна вот для вас для любителей украины поскольку я вам сейчас объясню есть определенная субординация силы нормативных актов международных вот вы высший высшую силу имеет международный устав например устав оон потом потом идут три вида договоров по силе убывающей то есть это высшая сила договор это пакт вторая это срочный договор который заключается на правильный срок как правило в международной практике 5 10 20 25 лет 50 и 99 лет принято вот максимально 99 минимум там бывает может три года но как правит три года редкость 5 начинается и третий вариант это еще то есть бей менее силу имеет но тоже имеет определенную силу это бессрочных договоров вот допустим договор россии с турцией до крым либо российский либо турецкий иными не может быть он тоже был нарушен но он имеет меньше ну-ка от 1700 там 80 на как я сейчас боюсь ошибиться но он тоже нарушен но он имеет меньшую силу чем срочные договоры которые заключались по этому же вопросу в иных местах а еще ниже идет меморандум потому что меморандум вообще это сила меморандума меньше сила любого договора поскольку это вообще по если по-английски перевести это фиксация в памяти вот меморандум вот зафиксировать можете это пообещать и даже слова есть в русском варианте в украинском там перевели как гарантировали никто никому не гарантировал помимо меморандума нельзя гарантировать если это то вам не договор а гарантировать а там просто обещали до обещали и наказать помощь украине в случае значит нарушение территориальной целостности но там я вот сейчас не помню точно некоторые ваши противники ссылается что это только в случае ядерного нападения на украина но на украину не было ядерного нападения то есть поскольку это связано с ядерным оружием то вот раз лишает украины ядерного оружия то нужно безусловно защищать от ядерной атаки раз она решилась они территориальные дают и ну вот я на что я сейчас не уверен может и может они так вас тролли там можно на самом деле они пообещали это помочь при случае угрозе территориальной целостности причем тут я от ядерного удара вот япония получила ядерную данную территорию не потерял смотрите хорошо я значу сейчас давайте закончим за это с меморандум вот еще что кравчук говорит я вот точно помню почему на его тоже наезжали хотя я по вам кое все-таки кучма подписал а кравчук это просто готовил я вот я могу ошибаться вы точно не знаете кучу подписал а кравчук готовил то есть как раз они приготовили экран кравчук крючка сняли ну даже досрочных выбора были до украшек ты нас четвертом пришел это до этого было и кучу модель уже был нет я говорю где у кравчук должен был сидеть на посту до 96 года по идее а у нас четверто на до тротих выборах он ушел в должности меморандум кравчук при при так а подписались до амачал в 94 подписали разве не раньше ядерно а ядер от 1 все на года ядерное государство было украины да ну я на насколько она была эффективна ядерным непонятно потому что кнопка все но в москве было но дело в том же речь то о чем я завел кравчук пояснял тоже шустера где-то в двенадцатом году или или в тринадцатом значит украина очень невыгодно содержать было ядерное оружие это очень большие затраты а кнопка в москве я понял лучше я просто подождите олег я вот смотрите имя не знал сейчас вы говорите я думаю так кнопка в москве наверно москва не давала кнопку и ни в коем случае не давала бы так правильно что зачем она надо было кнопку требовать сюда чтобы отдельного дело в том что продолжим осилие договор я вам сказал есть лучше договор есть не срочный срочный договор сильнее а заключили даже даже не бессрочный договор не похоже кучма довольно хитрый политик его наверно просто так стать ломали чтобы тихо было все списали на меморандум на документ слабой слабой и юридической силы но вот если бы был допустим срочным договор да его вы скорее заключили бы на 20 лет то есть 94 по 2014 как раз совпадение видите и в четырнадцатом начинаем начались у вас военные действия вот именно 20 лет прошло а значит вот некоторые вот я когда говорю вот с любителями украины они говорят меморандум бессрочный вот если договор был бессрочный они считают что раз договор договор бессрочный или меморандум бессрочный то вот эти государства гаранты обязаны обещали а если по договору если был договор бессрочный они были бы обязаны по договору защищать территориальную целостность украины а сколько лет тысячу лет что ли но это они так думают они думают раз бессрочно он вечный но в юриспруденции бессрочно не значит вечный ну допустим бессрочный договор вы по трудовому праву да вы либо контракт у вас либо бессрочный договор вы на постоянную работу устраивать это не значит что вечно по крайней мере ограничено вашей жизни по крайней мере а так во вашем выхода на пенсию ограничен в международной в международном праве если договор бессрочный то его фактический срок действия должен должен определяться об и обыктивной частью диспозиции договора то есть вот договор обещает значит по объективной части диспозиции украина отдает свое ядерное оружие да соответственно ей обещает гарантии и связанный именно с этой потерей украины ядерного оружия соответственно вот по логике вещей раз договор бессрочный то его срок должен исчисляться до того момента пока украина могла бы содержать это ядерное оружие если бы она его не отдала то есть вот допустим делаем гипотетическую ситуацию украина не отдала бы ядерное оружие и сколько она была могла бы содержать если бы другую альтернативную историю бы взяли да вот кравчук говорил что мы могли содержать ядерное оружие даже в общем выдержала бы наша экономика но хотя и с напрягом до 2003 года это тоже кравчук говорил у этого у шустера вот 2003 год то есть фактически вот по слава по мнению я считаю что может до 2005 года я вот у меня все-таки образование связано с ядерной физикой я считаю может но тем не менее вот то есть если договор бессрочный повторяю это не начало вечный это не значит что через тысячу лет гаранты договора должны его исполнять хотя там через тысячу лет ядерное оружие будет то же самое что сейчас арбалет будет настолько другие современные виды оружия что ядерное оружие будет полнейшим анахронизмом хорошо давайте поменяем чуть направлении я понял да спасибо очень красиво вот а вы мне напомните вы вот по внутренним ощущениям теги тети российскую стороны или украинскую по внутренним чем а ощущениям ну конечно я российскую если по культуре по менталитету я же русский по национальности а вы ехали а вы азербайджанскую подъеду да 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 не ну я ж не скрываю я думал в нейтралите там пытается это вот посмотреть тогда мне скажите пожалуйста в двадцать первом году 1700 да россия стала империя а до этого как называлась до этого было либо два альтернативных названия московское царство и русское царство но основное было московское царство но в некоторых документах писали и русское то же самое как сейчас там есть российская федерация из россии но вот сегодня я считал что вот передача крыма до 54 году было это это подгоняли три столетию переславской это вот там вот написано было русское царство воссоединилась с украины а когда как тогда украина назвалась когда они воссоединились но вот интересный момент под поляками они назывались маргинале и а жители маргиналами это так как поляки называли они наверное не официально так просто знаете вот как мадьяр карта баблана известная 1648 год там он написал украина но но этот самый изготовитель баблана но он не знал на зло польскому королю новому который не заплатил ему остальные деньги он получил аванс у предыдущего короля король сегизмун 3 по моему не ошибаться тот король умер который ему заказал этот полотно именно восточных польских земель и он а второй король отказался он гать я тебе не заказывал это полотно но они уже она уже полы была почти готова ну доткал ну и выткал и не слова украины потому что старославянское слово украины они польская он назло полякам назвал и вот эту территорию восточной польши являлась современной украиной от хмельницкого до полтавы именно как той территории в которых они вошли в состав московского царства вот он назвал это украиной на как раз назло полякам но вот я сегодня вот нашел вот эту полотно то что вы говорите фотокопии и там до написано на украинском и на русском сначала наверху на русском а внизу на украинском что воссоединение русского царства с украины но паспорт послали старославянский с украиной официально долго до высадения были части позже там было другое название трудно вы говорите там шекать нужно я не выгнал смысл такой если на русский перевести это будет маргинале не ну смотрите это по польской версии но он не на зло написал это слово было это ж было боялись скажем польши не разрешала его так называть там или еще это не то что на зло это вот они так написали как географическое понятие украина когда по вашему ну говорят ленин летом 17 года когда начала начинались эти вот директории первая директория вторая директория они уже называли себя украиной при временном правительстве при при керенском не ну украина согласись до было раньше назвали ну коммунисты не хотели так называть на лаком месте наоборот продолжать я говорю а коммунисты все называли свой лад вот например вот я гасану за а я не гасану я хасану хасанов гитлер гитлер да он не гитлер он гитлер то есть хитлер вот приход правильный перевод да и вот и вот они как хотели вы скажем мой брат его зовут хаким на хаким вот и он по-русски тоже хаким но никаким то есть буква когда им хотелось назвали буквой г а когда хотели тогда вот непонятно нет букву вас прикативная г она на русский может двояко писаться то же самое как в английском бука w да может писаться по-русски или по-украинской как у и как в и два значения будут правильными вы так и так можете написать я не будет тоже самое считали это шерлока холмс в детстве наверняка да в одних у переводчиков у отцов на у других переводчиков ватсон ватсон это это правильно потому что и так и так дозволяется транспортировать буквы w на славянский за них и во всех славянских языках так где нет звука а еще хочу чтобы прокомментировали значит вот сегодня когда искал этот северстополь ну думаю вот найти то документы и правда не нашел но наткнулся на караулова когда он говорит за то что ленин крым заложил банк за 50 миллионов ротфельдом и сорок шестом году он должен был отдать или деньги или крым вот а в крыма должно было быть израиль и вот тогда стали не отдал и они требовали и израиль сталин помогал же это израиль создавать а вот там палестине вот израиль создали там а потом вот хараула говорит просто я же все не первый раз слышал и типа сталин специально заложила эрис офисер он передал украине чтобы и американцы не могли юридически подобраться то есть требовать то есть она уже не российская и вот тоже говорят хрущев передал и вот очень много сегодня нашел документов что хрущев то не передавал крым 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 передали пятьдесят четвертом году пятьдесят первом году начали вот это все готовит и вот когда передали крым давайте два разных вопроса и 2 правильно ну давайте караулова давайте передавал да да флажировал а первые вопросы по американцам я слышал такую версию она несостоятельна потому что не было для американцев такого субъекта международного права как риф сэр и как у ссср и украина был один ссср они вели переговоры они же не вели переговоры не с предсовыми на рсср не по низ предсовыми на украины а вообще никогда не вели американцы при ссср они вели только союзными органами с или с партийными там или здесь генеральным старем или с пример министра американцы возможно это банк это банк дело в том что банк а крым тогда был частью эрис и фсср она как республика в составе стир вполне возможно ли чем и обманули китанули ну понятно но такая одно я в каком году по этой версии крым заложили в восемнадцатом или каком он говорил когда когда на 50 миллионов паровоза и трактор взяли нет ну это было до образования сыр или после в этот аван до долей это было другое государство это было не не до ленин брала не знаю руководил рсср до двадцать второго года а потом а самую руку не сэр это разный международные права это даже смогут именно дату а вот я могу смотреть там очень короткое видео дата дата да 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 сейчас две секунды а вы продолжайте вот расскажите мне про по поводу по поводу передачи крыма и грушев лоббировал он не было еще тогда первым лицом ссср помните кто был первым лицом ссср все четвертом году маленков ворошила трое мнение не 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 он четыре места уже как был первым лицом но он он но где очень сегодня материал что он и он был шоке он думал что ему знать как был статок он он даже не знал он сидел даже не был представителем комиссии он сидел улыбался смотрел три человека ворошила в маленьком еще фамилии я не могу запомнить они твоим бегов бегов возможно да и они твоим это все делали там подписывали тут комиссии делали и все было уже готово хорошо только четыре места пришел и и вот тогда еще шли разговоры знаете коридора там или как что типа он каких-то расстрельных списке подписывал типа но потом не нашли доказательства говорят типа хрушев их почищал но эксперты говорят как бы почищать не почищал все равно следы поставить ну нет не нашли вот типа подарок делают украинскому народу хрушев да ну типа так говорят но он не делал пятьдесят первом году началось то все готовится готовится даже вот сегодня я слышал от ильдара как раз ролики выпустил где он говорит что чтобы крым возродить крым возродить нужно было вода знать да это канал правильно да да а вот чтобы подать из украины строить до удобность украина чтобы устроить этот канал крым как бы выше чем украины ну это отношение относительного уровня моря и надо было поднять где-то там таком месте построить это водохранилище откуда подается вода и вот из-за этого пришлось 1100 населенных пунктов утопить украинских понимаете и поэтому да это это было такое к сожалению не слышал в чем не правы ваши сторонники они заявляют что это якобы из украинского бюджета нет это свящая из союзного бюджета поскольку это миша республиканская такая стройка они все и союзного бюджета они с украинского оселочи ушли под воду али я не не то что преступление просто наверное живем обеспечили этих людей но их не томат и вот даже говорят что когда вода отпускается уровнем там видно крест какой-то церкви потом его топили их и их не не бросили бездонами да да неудобства украинский народ это понесло да я с не спорю мы опять перескочили я вам возвращаюсь кто отдавал крым и хрущев или не хрущев для хрущева это не было новость он это лоббировал он этим руководил как как бы карет неофициально или со стороны тени он был теневой руководитель а поскольку он не значит а кто был первым лицом я вам скажу на те сталин фактически завещал свой пост маленкову ему маленков в марте 53 года был избран прицел не на который тогда был первым лицом а вот то что происходило в период с марта 53 по конец 54 я называю тихим партаркотическим переворотом вот и помните кто был аналог современного губернатора пресс р в области аналог современный губернатора в области а сейчас это бургомистер это поэта пререйки было пресс-сцер была 1 секретарь обкома партии 1 секретарь это и сейчас вот последний год тоже была председатель обкома партии но это было ссср но так было не всегда там бы так было именно с 55 года когда хрущев совершил тихий партократический переворот когда поставил партию партийные органы выше чем государственные органы а пристали сталин сроки замене занимал пост прицелами на последние годы жизни и маленков стал наследником сталина когда на родстве прицелами на а хрущев в это время руководил партии после смерти сталина кручеву партии отдали маленков был выше по статусу но хрущев пользуясь инертостью маленкова и своей энергией хорошей можно сказать да он перевернулся так чтоб поставил партию партию выше государства концу 55 года и вот именно с тех пор партийный лидер стал выше чем предсовмина и это отразилось все на регионах на областях на республиках когда первый секретарь республиканской партии или обкома партии стал выше чем премьер-министр украины той же или ну при предсовмина украины по тогдашнему терминологии либо секретарь области полкома а до 54 года было на было все-таки советская власть была выше чем коммунистическая партия а тут компартия захватывает власть этому году и это тоже один из гвоздей как говорится в группы ссср и даже если вы помните когда бери арестовали сначала ему впаивали значит английский шпион но это было уже смешно 50-х годах 30-х проходила а в 50-х уже народ смеялся и тогда хрущев на закрытом заседании сезда исправил это ну как с его точки зрения исправил он значит заявил что тот это все шпион это все так стать штаб такой был а на самом деле мы обвиняем берия в том что он поставил органы безопасности над партией но в любой стране это нормально когда силовые структуры стоят надо песта организации а вот для хрущева который уже поставил партию выше для него было странно и он заявляет этим коммунистам что якобы вот так и должно быть а так быть не должно чтобы партия как общественная организация была выше государственных государственных органов в том числе правительства так такого быть не должно вот вот так вот получилось с этим с крымом то есть формально еще был маленков главный лоббировал хрущев маленкова было все равно они подписали они должны были подписывать документ то есть пред секретарь президент верховного совета ссср ворошилов представитель президент верховного совета ссср аналог парламента то есть представительные органы и органы высшей исполнительной власти маленков и все документы подписывал да да я раньше читал про это очень много там такие интриги были там еще жукова зами и жуков и не в шуку в конце или жуков арестовал берина считается жуков и маскаленко да 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 я помню что смотрите подождите да да жду и вот у меня один вопрос и потом задам хороший вопрос вам тоже сегодня наткнулся на эту историю вот в чем была незаконность передачи крыма но апеллирует вот эти наши друзья до чем незаконность там все по закону было все по закону они говорят что типа референтума не было но не должно было быть на все было по закону и говорят что них не вот сейчас диване даже видел крыму там какая-то общественная организация суд подает короче и дело в том что 54 я закреплю свою миссия 4 там все было по закону крыма дали народе строчек а с документами абсолютно верно по брестскому миру харьков и донбасс передавали унр это было незаконно потому что это было по решение политбюро не было ниже не в цифре чего просто как дворняшек да сейчас они говорят что типа должно было быть верховным советом это все да а президент занимался ну потом вот это все верховный совет им как бы сказал это все разработать и верховный совет это все утвердил но передавал верховный совет с крымом все было законно да вот сейчас другой вопрос абсолютно верно все спасибо единственный человек который русский говорит что все было по закону смотрите проходит два года и в состав россии переходит целая советская республика финска карельская или карелло-финская советская социалистическая республика республика да а чё за это молчат что там не было референдума там не было законом не требовался до референдума я же говорю то же самое не референдум не требовался это знаете такой анекдоты еще ходил ну я тоже же постфакт нам рассказали армянская радио спрашивает почему передали карелло-фи карелло-финскую ссср в состав рсср а там говорит всего осталось два финна финн инспектор и финн кейштейн посмотрели в список о извините даже один финн это одно и то же лицо понятно сейчас недавно кухни ел и анекдот прочел сейчас я его скринил сейчас я попробую найти вот она смотрите найти в себе силы перестать спорить с тупыми до факты и здравый смысл на твоей стороне но на стороне тупых сила тупых вот а что такое сила тупых можете там что-то рассказать об этом сила тупых в тупизне том что они не могут не могут акцептировать ту информацию которая им доносит соответственно у них сохраняется больше энергии для реализации про информацию о них и которые они хотят до вас донести кто такой тупые вот есть это разный тип людей а вот тупые кто это ну тупые если про людей это лица с пониженным интеллектом или с низкой с низким интеллектом него смотреть есть умники которые делают пользу для себя и для окружающих есть это есть разбойники они делают пользу для тебя для себя вред для окружающих есть это есть кто-то блин забыл который делает пользу для всех это вред вред себе себе вред а другим помощь айтроисты да да может быть я читал забыл а вот тупые делать вред и чужими себе ну может так сегодня сказали читай там это итальянский психолог очень хорошо вреда все описал я вот начал читать надо дочитать очень интересно почитать тоже итальянский психолог про силы тупых называется сила тупых понятно но кей ладно не нужно эти поднять не ну вот чтобы не выдумывать а то что мне интересовало я спросил следующий раз не дай бог встретимся еще что-то спрошу спасибо вам очень интересно объясняет я вижу заходите на канал у меня есть с интеллектуальными с адекватными украблогерами но такие дружественные беседы доброжелательные смотрите да и у меня после этого лет отписка что ты ты говоришь ты лабора ты лабора и что про блогерами ребят но если чек приличный нормально разговаривает какая нравится да он другой позиции нас не можно говорить абсолютно верно вот сейчас я не знаю я не записывал а четвертое измерение записывала и вот мы тоже также как всегда спорили я остался при своем он всегда как всегда при своем дом в конце мы вдвоем как бы обратились всем 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 и сейчас вы наверно выложите тоже слова овощи вашего было этого канала тоже вот обращаюсь может вы мне под это поддержите можно спорить вот он про там тегитеет русской стороны да я украинской потому что иначе не могу мне четверо детей два внука будущий для ними и их не будучи для меня очень важно и вот мы не ругались мы не потеряли человеческое лицо мы не перешли на личности мы попрощались он остался при своих а я при своих а вот то что мы записали покажем людям а люди растения понимаете кому-то на близко моя позиция кому-то позиция олега принципе я ничего не говорю только спрашивал был ликбез от олега он человек грамотный вы ученый да у вас по-моему два образования вы говорили один связан с физикой а другой биология ученая степени я поменовал в вузе это по физике второе образование который который я заканчивал типа но мне нужно было набрать для иммиграции потому что тупо иммиграция в канаду это образование важно максимально важно это последний год обучения меня второе образование юридическое я могу похвастаться вот в нулевые годы когда еще после 90-х я подрабатывал юристом и в качестве моей заслуги могу похвастаться что я выиграл суд для своего племянника у района военкомата который не хотел давать его отсрочку и выиграл и выиграл не где-нибудь а ума а в басманном суде так герой наверно один из этих басман в басманном суде выиграл суд для своего племянника и если вас интересует я могу подробности рассказать и как-то как-то моим но и нашем ролике я тогда не записывал но мне это все рассказали я помню вы рассказывали вот как бодались да да расскажите если недолго расскажите ребенка исключили из вуза из крутого изба изба из бауманского исключили за не успеваем за хвосты официально называется академии успеваемость как правило если бумага не ушла уйти военкомат и он добился восстановления все это нормально проходит если бумага уходит военкомат и она там лежит если ты идешь договариваться пока не пока я не зафиксировали тоже нормально если успели и зафиксировать военкомате те поставили уже на очередь на призыв уже проблемы по федеральному закону f53 который тогда действовал в россии о призыве на военную службу то есть одноразовое отчисление восстановления до следующего призыва допускается кроме случаев значит нарушение устава вуза если очислили за нарушение устава вуза либо за нарушение внутреннего распорядка военкоматы по накатанной они читали что в уставе вуза связано в типовом что значит успешно успешно владевать знаниями есть обязанность студента раз он допустил академическую несвоеваемостью он не выполнил свои обязанности соответственно нарушил устав вуза или и так далее поэтому очисляет вот я а вот эти вузы сложные которые идут бауманские там и мфты такие трудные они делают очевидно для студентов льгот они в своем уставе пишут не обязанности студента является успешно владевать знаниями а целью студента я в этом суде доказывал что вот военкомат действует по типовому устава вуза а я им предоставил заверенный официально устав вуза в котором племянник учился то есть бауманский и вот смотрите гайна написано цели студенты что у нас получается что у студента не было обязанности успешно учиться но и было его цель таким образом он не нарушил устав вуза а просто не достиг своей цели успешно владеть знанием ну вот так им понравилось то есть не достиг своей цели вот таким образом а третье образование у меня железнодорожное я заканчивал экстерном техникум железнодорожное среднеспециальное лнп в 90-х годах чтобы легально заработать на квартиру нужно было работать например начальником поезда я работал полтора года начальника поезда за полтора года легально сделал картин квартиру плюс еще какие-то были дополнительные чаевые нет дополнительные вложить там на чем можно играть на инфляции ты собираешь если я еду на банда на поезде харьков-владивосток самый длинный маркет и от времени моего отправления до времени моего прибытия вот проходит соответственно сколько 15 дней за 15 дней инфляция в те годы могут могла достигать 25-30 процентов а я сдаю деньги на момент отправления я эти деньги там где 5 тысяч долларов если сумма набегает я я издаю как 5 тысяч долларов которые то есть купонах тогда или в рублях но вы были начальником проводницы ничего ничего не давали они там водкой подторговали левых пассажиров брали все равно начальнику что-то откидывает но и об этом не хотите говорить а второе легально еще было я поскольку опять-таки инфляция а билеты стоимость сильно отставала от инфляции они были очень дешевые и поэтому не было все раскупали я организовала фирмы с кем-то с компаньоном он выкупал билеты и мы уже продавали по коммерческой стоимости которые были дороже я понял это я вам легальные схемы ну вот у кого мозги были вот те годы когда это все происходило хорошо поднялись это кооператива все вот хотел спросить вот эти образования эти вам пригодилось в канаде то есть работали по этим специальностям или не получилось по первой работал да я преподавал техниками электрохимии на английском да вы знаете хорошо да или вы тут научились ну бы того я может и сейчас не знаю профессионально я знаю хорошо профессиональный английский или химии английской химический термин и построение я знаю профессионально допустим мне вот говорят даже вот тут раз раз это или ржавчина ржавчина а для меня на рожан лучше к рожан я понимаю что такое раз я сначала не понимал а потом уж стал понимать а король не сразу понимал то есть научить или понимал сразу и а бытовые темена еще нужно привыкнуть приучиться понятно спасибо вот все следовало доказать да вот человек с острым мышлением можно что-то для себя подчеркнуть можно что-то узнать то есть всегда при встрече с вами нужно не ругаться задавать вопросы любой сложности и олег с удовольствием на них ответить я я рад в свою очередь что я общаюсь с вами как с очень адекватного блогера не блогера просто любитель на блогеры высшего звена вашего к блогерами лечить глупым и слабоумным вот вы так и я вижу не считаете так что я спасибо за вашу адекватную оценку спасибо хотел анекдот рассказать заговорить про все нами вот это слышали да где-то в техасе соревнования кто четко стреляет анекдот выходит там какой-то тихо тихо совесть короче и бах 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 а там танцевич танцев я новые зубы поставил я не могу еще не привык разговаривать на моя танцовщица нижнем биле танцует и он так бах по покрутил баров этими револьвером и бах-бах закрытыми глазами открыт открывает открывай короче бюстгальтер короче он прострелил она упала и говорит короче там джон такой-то вьетнамская война короче профессионал выходит 2 короче тоже покрутил покрутил пострелял тут трусы упали он прямо через эти застежки попал на застежки вот и там такой-то такой-то штат калифорния там профессионал война какая-то выходит мужик такой здоровый толстый гласы и горит это тоже покрутил двухстволкой баба танцовщица на куски разлетела все это в шоке говорит мыкола любитель это старый они а я любитель я любитель я не профессионал все до свидания спасибо за беседу спасибо спасибо да дурака валяне разговариваю разговариваю он так говорит я не знаю почему же тогда утилитарным государством упрямую утилитарное государство правильно Великобритания утилитарная государство Германия утилитарная государство у них есть один день Воронеж передали в 1922 году в Воронежской области а в 1922 году Львовская область где была? в Австрове Венгрии опа, так это не было еще в соседней стране 70 миллионов они нас ненавидят за это за то что мы живем хорошо ненавидят и будут ненавидеть всегда просто потому что мы есть и живем хорошо ты черный жопа мне не нравится черный жопа ты черный жопа наверное зря жалел Деникин хама их надо было брозгать да блятьми а вот теперь ни воинство ни храмов монократия помойки диктует морду на мораль мне наклевает а сердцу горько голодьку всякую прочую за зданицы родные за луга заленые да за царскую отчину аркафорские группы мы сделали украинским углом начнем пытаясь да да украина украина это украина что группа крючка украина по конституции еще раз заявляю власть в Харьковской области четвертая и сильная мы не позволим никому учиться жить я уверяю вас в Харьковской области не будет ни донецкой, ни гвоздкой власти будет только в Харьковской области будет только в Харьковской области но вы мне у 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